Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Мопла. Сегодня я в Краснодаре. За моей спиной Краснодарский дом книги. И почему-то он на карте у меня обозначен как антикварный магазин. Давайте зайдем посмотрим. Интересный магазин. У нас в городе ЦУМ такой был в конце 80-х, начале 90-х. Все подряд. А, антиквариат. Нам сюда. Так, друзья, давайте посмотрим, что в Краснодаре продают в антикварных магазинах. Тут главные. Ценники есть. Очень крутые витрины. Такие, знаете, застеклено под резинку, как это называется. Ну вот, например, чайник 75 тысяч. 4 500. А, вот это 450 штук стоит. А что это? Сахарница. Сахарница дешевая. Ювелирка не особо интересует. Подстаканники. Сколько стоят подстаканники? Смотри, друзья. Тысяча двести полторы. Тысяча полторы. Ну, где-то вот в районе тысячи рублей. Кстати, граненый стакан. А, есть же вот, смотрите, специальные стаканчики для подстаканников из тонкого стекла. То есть, совать туда граненый стакан, ну, это так себе. На самом деле должен быть такой красивый стаканчик. 300 рублей. Они очень легко бьются. У меня такие были. Я когда в армии служил, воровал из офицерской столовой. Вот. Но, к сожалению, тоже со временем они у меня разбились. Статуэтки. Посмотрим, сколько стоят. Три тысячи, полторы, две тысячи. 750 рублей. Вот та кубанка. Она прям красивая. И недорого. Так. Ленин и Сталины. Мне кажется, это новодельные штуки. Это 2200. ГЖЛ 500-500. Там книги. Не такой. Это типа неполноценный антикварный. Это вот антикварный отдел в Краснодарском доме книги. Здесь у нас монетки. По 30 рублей монетки. Здесь монетки постарше. По 3000 рублей. Вот такие вот. Это серебряные. Так. Пошли смотреть вещички. Всякие забавные, интересные. 750 рублей. Видите? Вот там кролик. Ножик зеленый. Достаточно редкий. И 750 рублей, в принципе, не очень дорого. О! Башмак. Вон он. Видите башмак? Тысячи, тысячи, двести. У меня такой был. Как я его любил вообще в детстве. Этот башмак. Вот такая штука у меня есть. Полторы тысячи рублей. Я думаю, многие такая штука есть. Прикольно. Тут прям... Знаете, есть магазины, где прям много советского хлама. А здесь он есть, но это не хлам. Это прям клевые штуки. Это что такое? Киевские свиньи... А, рулетка. Духи. Смотрите, советские духи. Вот такое вообще ни разу не видел, чтобы продавалось. Двести рублей свежесть. Он наполовину пуст или наполовину полу, как кому угодно. Там всякий лосьон огуречный по три сотки. Вечерний Краснодар полторы тысячи. 450, 1200 духи. Здесь у нас... Он тоже советский бы хотел. Вот Монпансье. 500 рублей баночка будет стоить. Мишка 750. Бутылка. Прикиньте, бутылка из-под кефира. 100 рублей. Кто бы мог подумать, что бутылка из-под кефира будет стоить 100 рублей когда-нибудь. Так, здесь уже камни-бижутерия. Это уже не совсем антиквариат. О, а тут советский фарфор. 450 рублей. Я думал, многих на дачах такие, как пепелица, используют. На самом деле, это уже антиквариат. Тоже всякие штопчики. 900, 750, ваза 500. Блин, этот хлам, мне кажется, уже все давно выбросили. 375, 300, 500, 1200, 225. Шкатулочки. Шкатулка, 4500, это 6000. Ничего себе, ничего себе. Так, иконы вот эти все. Я их никогда не понимал. Так, значки. 150 рублей. Вон, вузовский значок. Был антикварный, где? Такие по тысячу, по полторы. Можно здесь купить и в Воронеже продать. Там по полторы тысячи продавали. Открыточки советские. 60, 15, 15, 50. Ну, открыточки, кстати, дешевые. Так, там у нас статуэтки иконы. Слушайте, я что, думаю, что это какой-то маленький магазин. Так вот уже долго хожу. Деньги дурацкие. По 300 рублей. 500 рублей стоит 300 рублей. А 200 рублей стоит тоже 300 рублей. Видите, как? О, 5 рублей. Помните такую штуку? Непонятно, сколько она стоит. Ну, тоже рублей 50. Вот 10 рублей продают по 350 рублей. Так, снова советский фарфор. 1300, 750, 300, 4,5 тысячи. 4,5 тысячи. А, на это весь набор. Это нет елочных игрушек, есть гирлянды. Советский 800, 1200. И та, полторы тысячи вот так коробка гирлянды. Вообще, такой забавный магазин. Друзья, он еще сам выглядит. Очень такой вот конец 80-х, начало 90-х. Такое, мое реальное детство. Не такой вот, как в моих воспоминаниях, но такой грязный, мерзкий. Такой прям сверлый, яркий. Класс. В общем, Краснодарский дом книги. Рекомендую. Просто погулять уже круто. Николай Макфай, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Пока-пока. Продолжение следует.